Здравствуйте! С вами Марина Романюк, программа «Неделя города» и главные темы первых дней весны. Смотрите в выпуске. С праздником сотрудники ГИБДД останавливают автоледи, но не для проверки документов, а чтобы поздравить. Сильнее, чем кажется, в Росгвардии прошли соревнования по стрельбе среди сотрудников. Женская магия – история оживающего портретов художественного музея и других образов прекрасных дам в преддверии праздника. Губернатор Николай Любимов заявил о создании регионального штаба по поддержанию экономической стабильности Рязанской области. Возглавил его сам и объявил первые преференции экономическому сектору. Кроме того, как заявил глава региона, мощность Рязанского 360-го авиаремонтного завода будет увеличена. Создание регионального штаба по поддержанию экономической стабильности – мера, пусть и вынужденная, зарубежные санкции коснулись всех, но вовсе не заставшая врасплох. Пакет антикризисных мер уже подготовлен. Его основные тезисы Николай Любимов озвучил четко. Помощь экономическому сектору включает преференции предприятиям, мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса в этом году, отсрочку и рассрочку уплаты налогов, отказ в ряде случаев от применения мер за налоговую задолженность и другие льготы. Это пересмотр условий госзакупок, вопросы сдерживания цен на продовольствие, товары первой необходимости, строительные материалы и так далее. Это реструктуризация кредитов для граждан и предпринимателей, в том числе и по ипотеке. Развитие реального сектора не должно останавливаться. Главный посыл губернатора бизнес-элитам региона. Цены на продукты ежедневно мониторит специальный штаб, его работа будет продолжена. Стабилизация цен – это в первую очередь добровольное принятие торговыми сетями новых правил и самоограничение предельного уровня наценок. Все крупнейшие ритейлеры, к слову, предложение приняли. Кроме того, для системообразующих предприятий региональная власть разрабатывает систему льготных займов для поддержания оборотных средств. Сумма резерва – до полумиллиарда. У любого кризиса всегда есть обратная сторона – появление новых рынков и приобретение новых компетенций, которые теперь должны появиться и у Рязанского 360-го авиаремонтного завода. Сегодня мы вышли с инициативой на федеральный уровень проработать вопрос использования мощностей завода для ремонта и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76. В качестве стартовых заказчиков могут выступать такие компании, это тоже мы прорабатывали, как Wildberries, Ozone, Почта России и другие. Сейчас авиаремонтный завод – базовое предприятие для дальней авиации России и крупнейшее по ремонту, модернизации, сервисному и техническому обслуживанию самолетов дальней авиации. На обслуживание Тушки и 78-е Илы. Теперь будут еще и 76-е. Все стратегические цели и планы остаются в силе, заявил губернатор. Максим Васильев, телекомпания «Город». Акция к Международному женскому дню в Рязанском МВД проводится регулярно. И этот год не стал исключением. Полицейские в предпраздничные дни останавливают женщин, но не для проверки документов, а чтобы подарить цветы. Я желаю вас поздравить. С днем праздника. Хорошего настроения. Хорошего дня. Спасибо большое. Очень неожиданно и приятно. На центральной улице города – почтовый праздничное настроение. Сотрудники полиции дарят девушкам цветы в преддверии Международного женского дня. Самое важное в данном мероприятии – это подарить хорошее настроение женщинам, девушкам. Подарить им улыбки. Сегодняшний день. Дмитрий Левкин работает участковым уполномоченным уже два года. В обычное время он вместе с коллегой на дежурстве. А вот сейчас никакой бумажной рутины. Сплошь удовольствие. Дарить женщинам хорошее настроение. Хорошего вам настроения. Спасибо. Пойдем. Спасибо. Акция к 8 марта в региональном ОМВД уже стала традиционной. В городе цветы девушкам преподносят участковые уполномоченные. В области – представители других структур. Главное в этот день – радость и улыбки. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». В преддверии 8 марта женщины, проходящие службу в Управлении Росгвардии Паризанской области, приняли участие в соревнованиях по стрельбе. 20 сотрудниц стреляли из своего табельного. Результаты в нашем сюжете. Не спешите. На огневом рубеже первые пять участниц праздничных стрельб. Стреляют из табельного оружия – пистолета Макарова. Первые три выстрела, как известно, пристрелочные, а не вне конкурса. Следующие 10 – на результат. На огневом рубеже Наталья Николенко – начальник отдела кадров. Должность, конечно, не звучит как боевая, однако результаты поражают. Зоркий глаз, твердая рука, выдержка – титул главного снайпера у Натальи. Конечно, это прерогатива мужская, но мы, женщины, тоже так же стараемся быть более равновешенными, так как это очень помогает нам в работе и в любом случае развивает выдержку, внимание, так как всем известна стрельба, она помогает и физическому развитию, и морально-волевому. Второе место у еще одного, как бы не военного сотрудника из отделения материального обеспечения. В тройке лучших – ответственный исполнитель группы учета и комплектования. Сегодня в управлении провели спортивный праздник среди военнослужащих женского пола, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Сегодня выполняли стрельбы из пистолета Макарова. Наши девушки показали достойные результаты. Кубки, грамоты, цветы – эти женщины из управления еще раз доказали, что вовсе не уступают в меткости коллегам-мужчинам. Их результаты не просто удивляют, говорит начальство, а бьют в самое сердце. Во всех смыслах. В Скопинском районе участок дороги на пересечении улиц Пушкина и Рязанской не ремонтировался уже больше 10 лет. Во время дождя все выбоины заливают водой, из-за чего по дороге образуются огромные лужи, в которых буквально тонут машины. Местные жители обратились к рязанским активистам с просьбой помочь им. Герман Гущин продолжит. Так вот приходится ездить. Скопинская объездная дорога, как после бомбежки. Выбоины, колдобины, огромные лужи. Глубина ям превышает 20 сантиметров. По словам местных автовладельцев, дорогу не ремонтировали здесь никогда. Это место по-особенному важно для нашего города. Здесь проходит дорога областного значения. И дорога эта предназначена для объезда большегрузами. Именно города Скопина, чтобы не ездить по центральным улицам. Состояние ее просто ужасное. Официально это дорога областного значения. И по идее деньги на ремонт или замену асфальта должны были поступить из областного бюджета. Минтранс Рязанской области на запрос скопинцев прислал следующий ответ. Понимаем ваше беспокойство. Выполнение работ по замене дорожного покрытия методом карт возможно лишь в местах, где не затронуты основания дороги. К сожалению, на указанных дорогах это условие нарушается, что делает ремонт картами нецелесообразным. А тем временем это направление уже опасно не только для авто, но и для пешеходов. После проливных дождей на дороге огромные лужи и это всегда неприятный сюрприз. Угадать, сколько там воды по щиколотку или по пояс вряд ли кому под силу. Многие водители, которые ездят, да, используют такие большие грузы, они сами говорят, что нам проще заплатить штраф, проехав по центру города, да, чем вот ломать свою машину, вот приезжая по этой дороге. И, соответственно, получается, что водители большегрузов убивают уже ранее сделанные дороги в центре города. Тем не менее, в региональном Минтрансе бросать дорогу на произвол судьбы не намерены. Ведомстве пишут о разработке проектной документации и включении этой горемычной скопинской дороги в план ремонта. С момента начала спецоперации на территории Украины россияне находятся под впечатлением от количества новостей, поступающих из различных источников. Но что же на самом деле происходит? Рязанские активисты вместе с представителями власти и прямыми участниками военного конфликта на Украине встретились, чтобы поддержать российских военных в непростое время. И поделились своими мнениями по поводу происходящего. С самого начала военная спецоперация на Украине – это правое дело. Так говорят сегодня рязанские общественники и те, кто видел геноцид на Донбассе лично. Наши парни сегодня защищают не только женщин и детей Донбасса, но и всех нас. Свидетели восьми лет ужаса в Луганской Народной Республике в этом твердо уверены. С самого начала встал на защиту домов наших. То есть мы такие же, как и я, ребята, встали, не хотели, чтобы наши граждане, наши мирные люди прославляли фашизм. Вот этот всякий бандер, вот этих вот, в свастике не носили там. Ну и русскоязычный народ, русские люди. Давно уже должно было случиться то, что сейчас происходит. Просто что, ну да, вот это все, политика там не давала этого делать. А так наш народ уже достаточно настрадался, чтобы все это закончилось побыстрее. Хотелось бы, конечно, к России присоединиться. Ну а там уже как наши отцы решат, так и будет. Ветеран боевых действий подтвердил, что рядом с линией соприкосновения русскоязычному населению приходилось тяжело. Из-за обстрелов дети не ходили в школу. Обычные люди ночевали в подвалах. Мы вам благодарны, очень благодарны. Если бы не вы, там много людей. Вот я сейчас нахожусь в пионерский лагерь солнечный. Там все условия предоставили нам полностью, всем обеспечили. В школу определили детей, кого училище, кому работу подыскивают из взрослых. Получение достоверной информации о происходящем и его причинах – тема номер один. Слишком много фейков, слишком большие силы стянуты в информационной войне. Информацию нужно брать из первоисточников, говорили активисты. Большая часть – это фейки. Да, есть у нас погибшие. Есть даже на уровне генерала. И мы сейчас должны быть едины все. Понимаете, поддержать наши вооруженные силы. Внутри сплотиться. Вот вместе дух такой, как у нас в десанте, как есть дух ВДВ. Вот так же, я думаю, должен быть во всей стране нашей. Россия, если посмотреть в историю, никогда начинала война. А всегда их заканчивают. И та контурористическая операция, которая сегодня проводится на территории Луганской Донецкой Республики, она должна положить конец, в конце концов, той информационной войны, которая длится уже определенное количество лет. Русофобия в Европе теперь норма, но остальной мир по-прежнему с нами. С каждым днем союзников России все больше, а значит, мы станем еще сильнее. В том числе, через сплочение общества. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 113 миллиардов 608 миллионов рублей налогов поступило в бюджеты всех уровней от жителей региона за прошедший год. Это почти на 9,5 миллиардов больше, чем в году 2020. Цифры привели на коллегии, посвященные подведению итогов работы налоговых органов Рязанской области за 2021 год. Рост налоговых сборов в 2021 году составил от 9 до 16 процентов на различных уровнях. И это результат комплекса мер по разным фронтам деятельности. Почти двойное увеличение налоговых проверок привело к 12 уголовным делам. Еще 36 возбудили на основании материалов о создании юрлиц с использованием подставных лиц. Еще одной важной мерой, которая привела к росту сборов, стала реализация проектов рынки и общественное питание. Обязательному и повсеместному соблюдению законодательства по применению контрольной кассовой техники. И как средство увеличения выручки, повышения роста дохода бюджета за счет сокращения теневого оборота в сфере общественного питания. Федеральная налоговая служба России уделяет особое внимание развитию электронных сервисов. Одним из них стал личный кабинет. Здесь сконцентрирован весь набор услуг, поэтому популярность только растет. За прошедший год личные кабинеты открыли 50 тысяч налогоплательщиков. Представление новых сервисов, которые налоговая служба вводит для физлиц, упрощение процедур, бесконтактное, как уже было сказано, взаимодействие с налогоплательщиками, позволяют говорить о том, что наша налоговая служба стала по-настоящему деловым партнером, как для юрлиц, так и для физических лиц, более того, очень часто помощником в решении каких-то задач, которые требуют консультации, которые требуют разъяснений. Впереди дополнительные налоговые послабления и пакетные решения для отдельных отраслей. Такие меры позволят всем вместе преодолеть любые трудности, что бы там ни говорили из-за рубежа. Широкие масленичные гуляния в Рязани отменены. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщила глава администрации города Елена Сорокина. «Мы приняли решение по этическим причинам не проводить в городе широких масленичных гуляний. При этом наши скульпторы будут радовать изготовлением из сена масленичных фигур на площадке в Центральном парке культуры и отдыха. Эта творческая работа уже началась, ее можно наблюдать воочию в течение ближайших недель», – написала мэр. Она отметила, что часть мероприятий пройдет онлайн и пригласила присоединиться к онлайн-программе. Небольшие локации, посвященные встрече весны, пообещали оставить в основном в социальных учреждениях. Но сам древний праздник, в отличие от гуляний, никто не отменял. Всю неделю по народной традиции стоит посвятить поеданию блинов, ведь далее наступит строжайший Великий пост. Герман Гущин о главном кулинарном символе праздника. Традиция печь блины на масленицу существует достаточно давно, и многие даже уже не задумываются о том, откуда она взялась. Принято считать, что круглый блин – это символ главного светила. Когда масленица была языческим праздником, важной фигурой для славян было Ярила – бог солнца. Люди верили, что в преддверии весны он борется с морозами. И по одной из версий, именно в его честь пекли блинчики. Пекли обязательно. Я всегда пеку исключительно для сладкого на кефире, а если с начинкой, то на молоке. Ну, наверное, по традиции считается, что больше. Больше счастья, больше исполнения желаний, так что больше. Я пеку блины тоненькие. У нас любят есть тоненькие блины. Я именно такие пеку. Обычный рецепт на молоке. Какого-то особенного рецепта у меня нет. Я думаю, во всем нужно узнать миру. Гречишные блины. Очень даже вкусные. С гречевой муки. Расскажите, как их делать. Так же, как из такой муки. Только берете гречку. Рисовая мука. Очень вкусные блины. Ну, с овсяной мне не очень понравились. Это я как гастроэнтеролог не рекомендую. Есть много блинов. Это жареный продукт. И при его термической обработке уделяются канцерогенные вещества. В первую очередь. А в вторую очередь, естественно, для традиционных блинов используется, как правило, жирное молоко, либо сливки, масло, опять же таки, сливочное. Да, и все это, естественно, способствует накоплению более насыщенных жирных кислот в организме, которые вредны. Для быстрого создания блинов сейчас существуют даже готовые смеси. Только врачи и диетологи не рекомендуют их использовать в качестве альтернативного теста. Если почитать состав, то там очень много переработанных ингредиентов, которые желательно сокращать в своем рационе. Я рекомендую готовить блины самим из известных простых ингредиентов. Традиционно блины это мука, яйца, соль, сахар, молоко, масло. Чтобы снизить калорийность продукта и увеличить его полезность, лучше брать цельнозерновую муку или добавлять ее в белую муку. А еще врачи рекомендуют сократить количество сахара. Ведь если вы собираетесь есть блины со сгущенкой, медом или вареньем, то для организма это самая настоящая сахарная бомба. Блины с начинкой это полноценный прием пищи. Начинка может быть любой. Фарш из диетических сортов мяса, из птицы или из яиц. Для сладких начинок лучше брать мороженые ягоды, из которых делать пюре, бананы, низкокалорийный творог. Во время масленицы по традиции нельзя встречать гостей в неубранном доме и без праздничного угощения. Поскольку принимать гостей это одна из главных традиций праздника. Дом нужно поддерживать в чистоте и порядке. И всегда иметь про запас блины. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». В преддверии праздника весны, в которой традиционно прославляют женщин, прикоснемся к прекрасному. В художественном музее имени Пожалостина немало женских образов, каждый из них со своей историей, некоторые даже мистические. В фонду художественного музея насчитывают более 13,5 тысяч полотен. Немалая часть живописных работ посвящена именно женским образом. Магическая чарующая красота женщин во все времена имела необъяснимую власть над мужчинами. Из-за женщин начинались войны и рушились города. Женщинам посвящались стихи, песни и даже строительство целых дворцов. Тайну этой магии представительницы прекрасного пола пытались постичь художники. С полотна 18 века кисти Владимира Боровиковского, возраст этой картины почти три столетия, на нас смотрит прекрасная женщина. Имя ее Милана Голубцова, и она была женой казначея, министра России. Я думаю, вы обратили внимание, что Милане Ивановне напоминает здесь скорее холодную античную статую, плотно сонтнутые губы, несколько колючий взгляд. И вот современники Милане Ивановне отмечали суровость ее нрава, говоря о том, что под горячую руку этой даме лучше было не попадаться. Мы обратим внимание на ее туалет. В первой половине 19 столетия в моде были античные туалеты, и вы видите сейчас платье с высокой талией, открытыми плечами. Шаль на плечах дамы – неотъемлемый атрибут моды того времени. Шалей у женщин было много, и тому, как правильно и красиво укутаться в шаль, девушек даже специально обучали. Прическа, одежда, поза – все свидетельствует о том, что на полотне женщина из далекого 18 столетия. Но ее силы и притяжение действуют на зрителей необъяснимо по сей день. Как и магия другой девушки уже из столетия 19-го. Мария Шиловская, между прочим, наша землячка, славна тем, что мужчины влюблялись в нее не только за красоту внешнюю, но и внутренний мир. Шиловская собирала вокруг себя всю литературно-музыкальную Москву. В этой гостиной часто бывали Дракомышский, с которым Шиловская была хорошо знакома и являлась его ученицей по вокалу. Она часто выступала, и действительно, не заметить ее незаурядный талант было просто невозможно. Этот портрет написан в технике пастели, то есть цветными мелками. Невесомость и легкость нежного образа подчеркнуты овальной формой полотна. Будто из глубины веков смотрит на нас прекрасная талантливая девушка, окутывая бархатистым волшебством. Но самым волшебным женским образом в музее работники считают баронессу фон Диргард. 21-летнюю синеглазую красавицу написал венгерский художник Ласло Филоп. И с образом этим связана немалая легенд. Нужно прийти к баронессе в определенный день и час. И тогда, если она будет благосклонна, то откроет свои тайны. И можно увидеть, как изменяется улыбка. А в какой-то момент баронесса, кажется, вот-вот заплачет. Глаза ее наполняются слезами. Проявляется вуаль на ее шляпке. Но последнее, просто на личном опыте хочу сказать, что как-то к нам приехала группа из Москвы. И молодой человек, прежде чем мы начали разговор, попросил обязательно отвезти его к портрету баронессы фон Диргард. Потому что он знает, что эта дама выходит из портрета по ночам и бродит по музею. Правда ли все эти мистические легенды или вымысел, каждый решает для себя. В апреле и августе в вечерний час с пяти до шести стоит прийти и посмотреть на облик прекрасной девушки. Лучи солнца в это время светят так, что выражение лица меняется. Каждый зритель видит свое в портрете, смотрящем на нас из прошлого столетия. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Телекомпания «Город» поздравляет мам, бабушек, девочек, девушек и женщин с праздником весны 8 марта. Я же прощаюсь с вами. Увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова